В Кирове прошел первый слет активистов общественного самоуправления Октябрьского района. Об итогах работы ТОСов и планах на будущее узнавала Милана Поварницына. Территориальное общественное самоуправление, или ТОС, новая форма работы для Кирова, которая набирает обороты. Эта структура возникает там, где жители хотят самостоятельно решать вопросы и проблемы территории, на которой они живут. 2011 и 2012 года стали знаковыми в развитии движения. Сегодня в Октябрьском районе зарегистрирован 51 ТОС. Из них 37 появились в этом году. Общими усилиями мы можем сделать большее. Понимаете, мы, вот я говорю, благоустраиваем свои дворы, строим детские площадки, строим спортивные площадки. Мы проводим мероприятия на своих площадках. Многие дворы стали местом досуга всего микрорайона. За последние годы ТОСами было оборудовано 186 спортивных и детских площадок. Причем благоустраиваются не только дворы. Активность жителей выходит далеко за их пределы. Главным фактором такого успеха в реализации идей становится общение жителей с органами местного самоуправления, депутатами и с бизнес-структурами и взаимодействие ТОСов друг с другом. Для того, чтобы и дальше активизировать эту работу, в нами будут открываться центры местной активности. Для того, чтобы скоординировать именно усилия, чтобы было где обменяться опытом. На сегодняшний день в Октябрьском районе открыто два центра местной активности. Это библиотека Пушкина и муниципальная библиотека на улице Монтажников. Всего в Октябрьском районе будет шесть центров местной активности. Эти центры также формируют общественные инициативные советы всего микрорайона. То есть, как будут развиваться дворы и целые районы, зависит от самих жителей. И каждый может помечтать. Ведь мечта может стать реальностью. Моя мечта, чтобы наш город был цветущим, красивым и самым кофортным для проживания. Милана Поварницына, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.